друзья привет мы в деревне я в деревне и вы получается вместе со мной тоже в деревне вот идет дождь первый обильный дождь все лето шел но как по часам как будто специально заказывали тут уже такой дождь то не высунишь носа тогда надо поговорить давайте поговорим о чем ну такую погоду и какое-то настроение мажорное философски хочется куда-то новую тему залезть заглянуть будущее будущее у нас будет очень мрачное я не раз говорил тем кто меня слышит в европе москве питере ищите себе уголочек в сибири сибири пройдет время будет гораздо поспокойней я не политики когда летательные аппараты начали уже долетать до москвы а я избави боже я погоде погода ждет нас нелегкая каждый год зиму лета бьются все новые и новые рекорды что такое жара который раньше не не было такой 40 на 40 45 50 она сопровождается и урожаями и страшными пожарами а если это только начало помним трагедию никто не обращает внимание что эти самые пирамиды египетские они почему-то стоят посреди пустыни не хотелось бы вам связать что когда-то там были рощи ручьи озера без этого вроде можно было бы без воды построить пирамиды гигантские невиданные даже на грани возможности даже 21 века вот и вдруг пустыня постепенно в пустыне мы превратим всю планету сопрождаться на будет это мой прогноз страшной дикой эмиграции представьте себе что вроде несколько миллионов африканцев расселятся по всей европе где-то служа рабочей силы где-то увеличивая преступность лишая покоя бюргеров мирных граждан которые толпами мужчины толпами европейцы убегают от одного озверевшего азиата или африканцев который в руках нож заметьте и автомат не пулемет а только лишь нож вот и десятки мужчины разбегаются там были примеры пострашнее а потом это эмиграция однажды рухнет на европу уже миллионы десятки миллионов европейцы совершенно не готовы несколько поколений мальчиков памперсах вот привели к тому что мужчины начали исчезать вместо них появилось то что сейчас называется лгбт в этом уже с вами проходили вот и получается так если мы не можем ничего поделать это как самоубийственная всепланетная политика власти всегда приходят тупые так принято то есть не подбери берем самого умного конструктора который создает сложнейшие механизмы вот допустим инженера допустим ученого гениального математика играет вот теперь вам новой поприще вы будете президентом во всех странах вот потому что вы умные нет власти приходят власти приходят совсем другие люди которые назовем их среднячками так принято так принято естественно отбор и одноум и сообразительность на предвидении будущего не происходит поэтому мы обречены тогда наступает момент другого рода как уже должен думать тогда о себе и и о детях ну нам уже поздно о себе думать вот молодежи да самое главное качество должны быть мальчишек я могу говорить только о мальчиках девочках и женщинах я меньше понимаю первое это понятно умение драться обязательно меня драться представим себе что у каждого по дворе во дворе каком-то специальном помещении если кто-то по состоятельный просто как у меня в это прямо в квартире до комнаты висит груша боксерская вот и постоянная постоянная тренировка непродолжительно хотя бы несколько минут бить 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 чтобы рука была настроена на то что если ударил первый там ответ уже не прилетит а если ударит тебя это самое первого кто-то то умеет ставить простейший блок ты тем более победишь его длительные драки против пофиналу не выдержать а вот удар один должен быть для противника решающий это значит неважно ходишься в спортзал не ходишься в спортзал у тебя висит груша и ты учишь еще и детей мало того у тебя руки ремень засек и ребенок десять минут должен бить 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 эту грушу только потом через десять минут секундомер убра ремень обратно всуну в себе брюки оставаешь ребенка в покое вот это первое качество второе качество это выживание сегодня многие навыки полностью исчезны допустим я буду вспоминать свои навыки то что мне пришлось ну огромное количество людей то нет я не сказал большая ска огромная каждая смерть в водоеме это страшная трагедия не хотелось бы чтобы тонули дети значит это должна быть государственная программа это и здоровье кстати регулярное купание плавание это здоровье значит должна быть государственная программа то есть вместо того чтобы элита занималась только в бассейнах еще не поздно еще много построить при каждой школе а лучше будет задействовать то что есть то же самое программа всех должны плавать 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 это и здоровье и все таки тонет огромное количество людей и детей в том числе надо и в этом направлении тоже думать потом самозащита это вроде бы грушит хорошо но простейшие приемы особенно касается девочек особенно они абсолютно беззащитны когда их душат режут все шага прямо могут быть как-то выглядит школьный спортзал школьный да а там манекен вот такой знаете резиновый мужчина желательно силу от мужчины между ног болтается сами знаете что болтается представим себе что отдельно занятие на девочке вот она бьет 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 по этим самым слегка немного выраженным на манекене гениталиям бьет 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 до автоматизма до автоматизма до автоматизма до автоматизма вот иначе бог жизнь свою она может не спасти когда ухудшится положение наступит голод вот когда это может оказаться так что это умение спасет ей не только честь но и жизнь вот это тоже надо обязательно для девочек владения навыками медсестры обязательно они должны школу заканчивать уже с этим у заканчивать школу уже с этим умением уже то есть диплом медсестры наложить шину остановить кровь просто по мере температуры уже по пункту определить состояние человека вот потом это искусственное дыхание именно это более даже женщин свойствам должно быть хотя этому должны научиться все и парни тоже но настоящий диплом медсестры должна иметь каждая девочка заканчивая школу а вот скажите когда же она изучит эти самые логарифмы когда ведь вы что без логарифм она тупая будет и она ничего не сможет не рожать детей вот не выкормить их не заработать на жизнь если логарифм а это уходит сколько времени на ней на эти логарифмы и прочее синус и косинус ну чё смеетесь нет правильно смеетесь вот система это которую нам устроила мин естество просвещения это дурь несусветная нам нужно готовить к жизни и мальчиков и девочек а этого не происходит к сожалению этого не происходит тратится огромное время на всякую дурь на всякую чепуху вот какие-то навыки нужно что-то в 19 веке это было скаловское движение потом это были в пионерских лагерях были разные тренировки типа зорницы но на все это надо посередине посмотрите ой надо как-то мне перечитать как одного из классиков память-то ни чета не держит как крестьянин двух генералов прокормил еще по-моему рубль целковый заработал вот надо перечитать но это и вам советую но это я детали все забыл а то что я сам по себе знаю потому что вот эти вот инстинкт охотника что делал ну показали мне как сайт петли на зайцев пригодилось было бы не на острове сад а в саду сторож и собаки а бывали времена когда и самому не хватало на жизнь содержать зарабатывать деньги на заводе на скромные инженерные должности как тем более плохо очень нам платили а все это тратить на содержание пятигектарного сада с трактором совсем-совсем вот ну что допустим навык ловить зверей пригодился пригодился было и лесу поймал сейчас она мне дарома не нужна вот вот помню кому-то отдал ее возиться неохота даже шкуру снимать а зайцы я просто отдавал сторожу зайцы удавленные петлей он сам их ел иногда живые чаще уже удавленные ничего не брезговал сам ел сама кормил вот я представил себе крайний случай заблудился в лесу человек именно этим навыком должны владеть ну хотя бы мальчики да я не шучу я могу не куглый год это особенно по первому свежему снегу я могу взять шнурки от ботинок и поймать зайца он сильный он может порвать эти самые шнурки ну тут надо успевать но сам факт что могу я же не говорю про какую-то гибкую проволоку вот или более толстую веревку шнурки для ботинок я это образное название чтобы показать что все что под рукой может быть использовано для прокорма в этом плане что еще что еще один один раз я к сожалению это было такой случай когда я спас себя спас еще троих вот как лодка моторная озеро белка это нарюка выше норинска если считать выше по течению вот ходишь с речки в это озеро настолько мелкое что можешь посадить на бель казалось бы ничего страшного и смертельно но почему тогда десятки 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 этих памятных могильных знаков со всех сторон это сколько людей перетонуло вот и хотя уже было современное время 80-е годы когда мы плавали на рыбалку можно было придумать хотя бы какие-то пока сами не попались когда посреди этого мелкого озера сели на мель и тут же поднялась волна и лодку захлестывает у вас и ваш покорный строгас который сейчас вам это все морально-то читает вот на свой как бы на свой лад прыгнул с лодки держал ее эту лодку за нос развернув вдоль волны вдоль метра вот пока захлебнувшийся моторе не были не было это сам выключена свеча не было осушено или там чё-то делал этот хозяин лодки моторист пока не завел и пока не поплыли дальше вот прыгнул я один никому в голову не пришло это то это первый случай у меня потом еще такой был случай вот уже посреди едиссея то же самое пришлось в воду прыгать вот и то что для кого-то это подвиг для меня моржа это никакой не подвиг вот это настолько естественное явление честно говоря когда прыгаешь в одежде да даже не замерз толком постоял пару минут держать за нос лодку ну пусть она не могла бы сидели на мели вот а уже потом то что я спрыгнул с лодки то что это самое волна поднявшаяся еще нам же помогла помаленьку сползти с этой мели вот а главное в этом было что мой поступок я просто представил себе что никто не прыгает с лодки а это черная ночь которую четыре трупа обеспечены страшная волна когда лодка это на мели сидит страшно и все захлестывает это вот вам один из примеров значит что маржевание закалка весь опоздали как легко дети привыкают маржевать им потом на всю жизнь этот навык оставится и ничего страшного нет вот настолько все это просто если не быть просто обывателем по крайней мере надо чтобы нашлись такие как как якорь только который это смог спрыгнуть с лодки с моторной вот этот момент что еще что еще что еще наверное каждый из нас должен в крайнем случае уметь заработать не заработать уже нет а именно выжить используя какие-то природные качества своей и по самой природы наверное то что я уже сейчас уже с сетями не связываюсь но они лежат и случайно если действительно случится нечто вспышка на солнце остановились предприятие каждый предоставлен сам себе у кого есть дача а там еще вот как у меня вот они видите дрова вот кстати вот они дрова еще может выжить а потом куда а вот она речка вот это рыбалки никакого у нас нет ничего не клюет ничего сетями поймаю для крайних случаев и вы так же в каждом своем районе не важно в Сибири на Урале где угодно вы думаете все все из нас рыбаки все могут рыбу поймать а вы женщины спросите своих мужей ты в каком когда последний раз на рыбалке был вот тут только анекдоты про рыбалку ходят больше ничего а охота а охота вот умели стрелять вот вот тайга смотрю я туда в сторону не сесть сейчас а сзади тайга да сегодня я не стану убивать косулю мне миллиона жалко вот а жизнь заставит и косулю убью и накормлю себя и детей и своих и чужих вот уже в Продолжение следует...